Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 марта. И вот когда я 3 дня назад, 2 дня назад даже, 28, 1, 2 дня назад, сегодня третий день, я сеяла когда петунию, после этого пришли комментарии, в которых действительно люди написали, что планируют впервые посеять петунию, ничего об этом не знают, и несколько вопросов прозвучало, на какой день ждать всходы. И я тогда ответила, что это зависит от условий и от того, как вы поддерживаете влажность, нужно, чтобы влажность обязательно всегда была в лотке постоянная, от того, какая температура у вас в доме, тепло или нет. И вот, как всегда, проводя ежедневный осмотр и проветривание, опрыскивание, я увидела, что моя петуния, вот сегодня третий день, проклюнулась. И проклюнулись почти все посевы. Я напомню, что я вот сеяла простые сухие семена на землю, потом простые сухие семена на снег и замоченные семена вот в дорожке. И еще на пеленку. На пеленку не проклюнулась пока ни одной, потому что я сеяла на следующий день. Эти я сеяла 28 ближе к вечеру, ой, 27, а эту 28. Короче, смотрите, посеяв 28, 29 один день, первый, второй день, сегодня 2 марта, на третий день проклюнулись три способа посева. Их, конечно, это еще не зеленые ростки, я говорю только о поклевках. Вот смотрите, я не знаю, видно вам или нет, видите на земле вот эти вот беленькие, как коричневые семена, и видно крошечные беленькие вот такие червячки появляются, это корешки петунии. Что меня удивило, проклюнулось даже посев на снег, хотя я говорила, что из-за того, что там холодная низкая температура, она обычно на день-другой позже всходит. Вот это я вам показала на снег, сейчас покажу на землю, обратите внимание, вот в этом месте. Некоторые, кто не знаком с посевами петунии, кто первый раз, они могут даже не понять, что это посевы петунии, вроде как будто белый какой-то сорт, но это высунулись корешки петунии. Сейчас покажу еще там, где замоченные. Так что процесс пошел, зашла очень быстро, на третий день, значит вот эти семена, семена алтая я покупала, которые рассыпные. Они всегда рассыпные, всходят лучше, чем гранулы, хотя они меньше по стоимости. Вот сейчас буду показывать, обратите внимание, вот здесь вот кучка петуний, видите, я неравномерно налила, и вот в этой кучке видно, что там уже у них росточки маленькие-маленькие. И вот в этом ряду. Сначала же семена были полностью коричневые такие, теперь видно белые проклевыши, все, петуния проклюнулась. Сейчас нужно очень внимательно следить, проветривать каждый день, сбрызгивать. Вы понимаете, что если верхний слой подсохнет, она ведь на поверхности, она не заглублена, и вот эти нежные маленькие крошечные росточки, они могут за один день погибнуть. И если человек не увидит вот эти вовремя росточки, и не будет за ними очень тщательно следить, то тогда может он подумать, что просто были плохие семена, и петуния не взошла. Но она, только-только наклюнувшись, если засохла, то все, больше она уже не взойдет. Все, я вот вам показала и, надеюсь, ответила на вопрос, что когда ждать всходы петунии, когда она проклюнется. Вот у меня проклюнулась на третий день. Значит, через день-два уже будут первые зеленые листочки, два семидольки всходы. Кстати, видно ее очень хорошо, я сейчас присмотрелась, несмотря на то, что у меня зрение уже не идеальное, я очками пользуюсь для чтения. Видно, что петуньки, видите, беленькие, все проклевываются и проклевываются дружно во всех трех земляных посевах. Ну а про пеленку я вам говорила, сделана на день позже. Все, до свидания. Так что петуния может проклюнуться сразу на третий день, может на пятый, на седьмой, если холодно. И если недостаточно, некомфортные для нее условия, может лежать очень долго. Главное, не засушите ее.